Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать снова вас на уроке. Я думаю, что у экрана собрались самые любознательные девочки и мальчики. И мы с вами начинаем первый урок, урок русского языка. Итак, мы с вами продолжаем путешествие по морфологии. Мы с вами работаем по теме глагол и уже много интересного узнали о глаголе. Но это еще не все. Мы продолжаем дальше знакомиться с тайными русского языка и все больше и больше будем узнавать о этой части речи, глагол. За окном у нас весна. Давайте прочитаем с вами такое интересное стихотворение о весне. Смотрите на экран. К нам опять пришла весна. Все проснулось ото сна. Прилетают птички, набухают почки. Ярко светит солнце прямо к нам в оконце. Бегут ручьи в канавках и зеленеет травка. Замечательное время года весна. Итак, обратите внимание на строчки стихотворения. Так как мы с вами говорим о глаголе, наверное, будет мое задание связано с этой частью речи. Давайте найдем глаголы в этом стихотворении. Итак, к нам опять пришла весна. Чтобы найти в этой строчке глаголы, мы с вами должны вспомнить, как находить глаголы в тексте, что для этого нужно сделать. Мы должны с вами правильно задать вопрос. У глаголов их несколько. Мы помним с вами о том, что глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы. Что делает? Что сделает? Что делал? Что делали? Что сделали? И другие подобные. Итак, давайте посмотрим. Весна. Что сделала? Пришла. Первый глагол мы нашли. Давайте посмотрим на вторую строчку. Все проснулось ото сна. Где же среди этих слов глагол? Задаем вопрос. Все, что сделала? Проснулось. И в этой строчке у нас есть глагол. Следующую строчку рассмотрим. Прилетают птички. Птички что делают? Прилетают. Глагол прилетают. Почки что делают? Набухают. Глагол набухают. Солнце что делает? Светит. Это тоже действие предмета. Значит, глагол светит. Прямо к нам в оконце. Есть здесь глаголы? В этой строчке нет глаголов. Давайте следующую строчку прочитаем. Бегут ручьи в канавках. Ручьи что делают? Бегут. Это действие. Значит, это глагол. И зеленеет травка. Травка что делает? Зеленеет. В последней строчке глагол зеленеет. Видите, как правильно, важно, нужно уметь задавать вопрос, чтобы найти глаголы. Такие задания уже вам встречались. Найти глаголы. Поэтому, чтобы выполнить такое задание правильно, мы должны что помнить? На какие вопросы отвечают глаголы? То есть, видите, в данном стихотворении автор употребляет много глаголов. Несколько. Чтобы показать действие. Весной происходят различные действия. И он это подчеркнул в своем стихотворении. Что все оживает, двигается, просыпается природа после долгой спячки. Хорошо. Но бывают такие задания, где вы не сразу можете найти глагол. Потому что они, бывает, прячутся от нас. Бывает так, что они похожи по написанию с другой частью речи. И мы должны уметь их отличить, чтобы правильно определить, какая это часть речи. Давайте посмотрим на экран. Перед вами три предложения. Прочитайте их, пожалуйста, про себя. Итак, я думаю, обратили внимание уже что-то здесь, необычное в этих предложениях. Итак, давайте прочитаем первое предложение. Вы заметили, что здесь по написанию два одинаковых слова употреблено. Во втором предложении. Ветер к вечеру стих. Я прочитал замечательный стих. И здесь опять нам встречаются два одинаковых слова по написанию. И третье предложение. Бабушка стала печь пироги. А дед залез на печь. И в этом предложении встретились одинаково по написанию слова. Но вы видите. И обратили внимание на то, что они имеют разное лексическое значение. И вот чтобы понять, к какой части речи, какой из них относится, мы должны что с вами сделать? Конечно же, задать вопрос. Давайте проверим. Посмотрите внимательно. Давайте рассмотрим первое предложение. Снежное покрывало. Все поле покрывало. То есть в данном случае первое слово. Снежное покрывало. Здесь отвечает слово на вопрос что. Что покрывало. Покрывало какое снежное. Мы знаем, что такое покрывало. Например, тем, чтобы застелить диван, кровать. И здесь в этом предложении говорится про снежное покрывало. Все снегом покрыло. И это говорится, что это как будто снежное покрывало. Все поле покрывало. Вот в данном случае это уже глагол. Потому что что делало. Покрывало. То есть укрыло. То есть это уже действие. Посмотрите, да, как интересно, что одинаковое слово по написанию, но разные части речи. Давайте посмотрим второе предложение. Ветер к вечеру стих. Ветер что сделал? Стих. Что сделал? Это действие. Стих, то есть утих, притих, успокоился. Во втором предложении я прочитал замечательный стих. Здесь употреблено стихотрение стих в сокращенной форме. Стихотворение стих. То есть прочитал что? Стих. Это уже имя существительное. Ну и давайте рассмотрим третье предложение. Бабушка стала печь пироги, а дед залез на печь. Бабушка что стала делать? Стала печь. Что делать? В данном случае печь пироги. Это глагол. Что стала делать? Действие. А дед залез на печь. То есть залез на что? На печь. Это уже имя существительное. Печь. Это печка. А вот стала печь пироги, мы сказали, что это глагол. Здесь действие. То есть она пошла печь пироги, печет. Так видите, как важно уметь отличать глаголы от других частей речи. И мы должны с вами помнить о том, на какие вопросы отвечают, и что обозначает глагол. Будьте внимательны, когда встретятся вам такие задания. Итак, обратите внимание на третье предложение. Бабушка стала печь пироги. Возьмем данный глагол печь. На какой вопрос отвечает? Давайте еще раз зададим этот вопрос. Стала что делать печь? Кто вспомнит, как называются глаголы, которые отвечают на вопросы, что делать и что сделать? Вспомнили тему нашего прошлого урока? Такие глаголы называются... Глаголы стоят в начальной форме. Давайте посмотрим на экран и вспомним тему прошлого урока. Итак, мы узнали с вами, что у глаголов тоже есть начальная форма, и она называется неопределенной формой. Она называется неопределенной, по ней нельзя определить ни время, ни число. А самое главное, что мы должны были с вами запомнить, что глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы, что делать и что сделать, и оканчиваются на «ти» с мягким знаком, «ти» с буквой «и» и «ч» с мягким знаком. Вспомнили? Итак, давайте выполним задание и проверим. Глаголы, которые даны в скобках, образуйте и замените глаголы неопределенной формы. Тем самым вы прочитаете полезные советы. Посмотрите внимательно на предложение и подумайте, как вы выполните это задание, и что у вас получится. Уже догадались, наверное, да? То есть посмотрите, давайте прочитаем полезные советы, так как они у нас получатся, если мы глаголы поставим в неопределенную форму. Итак, когда просыпаешься, нельзя лежать в постели. Что делать? Лежать. Следующее. Надо сразу что делать? Вставать. И что делать? Сделать. Что сделать? Сделать зарядку. Следующее предложение. Зарядку нужно делать. Что делать? Делать при открытой форточке. Посмотрите, мы с вами составили полезные советы, употребив глаголы в неопределенной форме. Я думаю, каждый из вас с утра делает зарядку, чтобы быть бодрым, веселым. И день, что прошел у вас. Удачно. И сразу проснулись. Итак, хорошо. Выполнили задание. Ну и посмотрим далее. Следующее задание. Вам даны глаголы. Вы их видите на экране. Мы сказали, что глаголы отвечают на... Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопрос, что делать, что сделать. Давайте попробуем поставить глаголы в неопределенную форму. То есть начальную форму. То есть шьют. Что делать? Что сделать? Шьют. Что делать? Как вы думаете, какой глагол будет? И что сделать? Каждое слово посмотрите. Попробуйте подобрать глаголы в неопределенной форме. Давайте проверим. Итак. Шьют. Что делать? Шить. А что сделать? Сшить. Прыгают. Что делать? Прыгать. Что сделать? Прыгнуть. Кричат. Что делать? Кричать. Что сделать? Крикнуть. Верят. Что делать? Верить. Что сделать? Поверить. И учу. Что делать? Учить. Что сделать? Выучить. Вы обратили внимание на глаголы, которые отвечают на вопрос, что делать и что сделать? Заметили ли вы что-нибудь? Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что глаголы, которые отвечают на вопрос, что сделать, к ним добавляется приставка. Шить, но сшить. Верить. Поверить. Учить. Выучить. Вот видите, да? То есть глаголы, которые отвечают на вопрос, что сделать, там уже образуются с помощью приставки. Еще раз посмотрите на первый столбик. Прочитайте внимательно глаголы. Заметили ли вы что-нибудь? Их какое-то отличие. Итак, посмотрите внимательно. Давайте посмотрим. Шьют. Прыгают. Кричат. Верят. Учу. Есть какое-то слово, которое отличается от других? Наверное, заметили, да? Что все глаголы, которые выше, отвечают на вопрос, что делают. А вот учу, что делаю. Как вы думаете, чем отличается этот глагол от других? То есть все, можно сказать, они шьют, они прыгают, они кричат, они верят. Но я учу. Вспомнили ли вы, на какой признак указывают такое отличие? Итак, мы сказали, что это глаголы, которые отвечают на вопрос, что делают. А другой, что делаю. Вы, наверное, уже догадались, о чем мы сегодня с вами будем говорить на уроке. Конечно же, они отличаются числами. Мы знаем, что в русском языке есть единственное число и множественное число. И сегодня на уроке мы с вами будем говорить о числе глаголов. Тема урока – число глаголов. Давайте вспомним. Мы с вами знаем, что у имен существительных тоже можем определить число глаголов. Посмотрите на экран. Мы с вами, когда изучали имена существительных, говорили, что существительные могут изменяться по числам. Код и коты. Код – он один, это единственное число. Коты – их много, это множественное число. Мы видим, что изменилась форма слова. Код – нулевое окончание. Коты – уже есть окончание «ы». То есть изменилась его форма. Также, когда мы изучали имена прилагательных, тоже говорили о том, что прилагательные могут изменяться по числам. У прилагательных тоже можем определить число. Например, дерево. Какое зеленое? Дерево – это единственное число. И зеленое – значит тоже единственное число. Но деревья – это уже множественное число. Деревья какие? Зеленые. И прилагательное тоже становится во множественном числе. Мы с вами знаем о том, что имя прилагательное зависит от имен существительных, от имени существительного. То есть здесь, в каком числе стоит имя существительное, в таком будет имя прилагательное. Но мы и дальше говорим о том, что и у глаголов, наверное, тоже можно определить число. Давайте посмотрим на экран. Сегодня мы с вами будем говорить о морфологических признаках. То есть уже говорили о части речи, а сейчас мы переходим уже изучать глубже и начинаем говорить о морфологических признаках. Значит, мы сказали о том, что число – это изменяемая часть. Изменяется. То есть изменяется форма, изменяется окончание, значит, слово изменяется по числам. Посмотрите внимательно на экран. Глагол изменяется по числам также. У них есть единственное число и множественное число. Единственное число – это глаголы, которые означают действие одного предмета, а множественное – это действие нескольких предметов. Единственное число отвечает на вопрос «что делает?», а множественное – «что делают?». Итак, значит, глаголы связаны с существительным. Посмотрим на экран. Ласточка. Наверное, все вспомнились в Катрине. Травка зеленеет, солнышко блесит, ласточка с весной весенней к нам летит. Ласточка одна. Что делает ласточка? Летит. А вот ласточки что делают? Ласточки летят. Обращаем внимание на то, что ласточка в единственном числе, ласточки в множественном. И глаголы тоже подчиняются именю существительным. То есть в какой форме стоит существительное, в такой форме будет стоять и глагол. Глаголы связаны с именами существительными. То есть изменилась, опять же, форма. Это не однокоренные слова. Изменилось окончание – значит, изменилась только форма глагола. Хорошо. Итак, как определить число глаголов? Посмотрим. Глаголы изменяются по числам. Глаголы в единственном числе обозначают действие одного предмета. Отвечают на вопросы «что делает?», «что сделает?». Глаголы во множественном числе обозначают действие двух и более предметов. Отвечают на вопросы «что делают?», «что сделают?», «что делали?». Итак, значит, мы с вами будем тренироваться определять число глаголов. Давайте еще раз повторим. Значит, глагол в единственном числе отвечает на вопрос «что делает?», «что сделает?», «что делал?». Глаголы во множественном числе отвечают на вопросы «что делают?», «что сделают?», «что делали?» и другие. Посмотрите на картинки. То есть глагол изменяется по числам. Девочка стоит, но дети стоят. Девочка бежит, девочки бегут. Мальчик плывет, дети плывут. Мальчик смеется, дети смеются. Мы видим то, что глаголы могут изменяться по числам. Итак, давайте подведем итог урока. Мы сегодня узнали, как изменяются глаголы. Глаголы изменяются по числам. Что обозначают глаголы в единственном числе? Глаголы в единственном числе обозначают действие одного предмета. А во множественном числе глаголы обозначают действие более двух. То есть нескольких предметов. Итак, я думаю, вы усвоили тему. Не такая она уж сложная, потому что мы с вами эту тему изучили и у имен существительных, и прилагательных, и глаголы. Я думаю, все мы понятно. Итак, на этом урок у нас подошел к концу. Урок закончен. Всего доброго. Пчела-пчелография Веселые уроки Какая география Мир близкий и далекий Золотые башмачки Мы выдадим себя за Ренату и ее друзей. И Гулливер нам все расскажет. Помогите! Помогите! Слышите? Кто-то зовет на помощь. Это пчелка. Какая удача! Помогите! Нашему другу очень нужна помощь. Конечно, мы поможем! Ух ты! Это же лепрекон! Не знал, что лепреконы живут на деревьях. Меня зажмурнули сюда какие-то хулиганы. По голове с одной гадкой особой. Похоже, это те хулиганы, которые обманом заманили нас в темный лес. Не волнуйтесь, мы вас сейчас снимем. Спасибо! Кто вы, добрые друзья? Мы путешествуем по миру в поисках сказочника. В доме которого спрятан добрин пониматель. О нет! Вы, Рената, Жужу и Шарик. Какая жалость! Почему? Что случилось? Случилась большая неприятность. Мы готовили подарок для Ренаты. Хотели в честь ее дня рождения станцевать наш любимый ирландский талис Джигу. Мы отдали уважаемому лепрекону башмачки, чтобы он сделал новые набойки. Но какие-то хулиганы отобрали у нас наши туфылки. Да, и спрятали под большим камнем. Может быть, мы все вместе сможем его поднять? А то двинуть камень не получится. Он очень тяжелый. Арфа! Все будет хорошо, друзья. Вам Гулливер поможет. Без силы здесь никак нельзя. Он камень сдвинуть сможет. Как же мы сами ли догадались? Гулливер большой и сильный. И он участвует в параде. Надо быстрее найти его и позвать на помощь. Я помогу вам, друзья. Здравствуйте, уважаемый Гулливер. Мы специально прилетели к вам издалека и просим нам помочь. Меня зовут Рината. А это пчелка Жужу, моя лучшая подружка. Да-да, Рината мой лучший подруг. А я этот Шарик. Короче, где дом этого скалочника Свифта, который тебя придумал? Рината, наслышан о вас. Конечно, я с радостью покажу вам дом Свифта. Следуйте за мной. Ну, где же Гулливер? Вот он. Мы опоздали. Гулливер ведет злодеев к дому сказочника. Я знаю, как привлечь его внимание. Челке, надо скорее станцевать джигу. Ни один орландец не устоит перед этим танцем. Но как? У нас же нет бешмачков. А без металлических набоек нас не услышат. Я могу помочь. У каждого лепрекона припрятано золото. Используйте монеты, как бешмачки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это? Ха-ха, джига! Извините, я должен станцевать. Что? Куда? Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто вы такие, малыши? Я Рената. А это мои друзья. Еще одна Рената? Эти бессовестные самозванцы хотели обманом узнать у вас, где находится Добрин-пониматель. Ах, вот оно что! А ну, пошли прочь отсюда, пока целы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти негодяи украли наши бешмачки и спрятали их под тяжелым камнем. И без вашей помощи нам не обойтись. Ну что ж, друзья мои, показывайте, где этот камень. В этот славный день время праздника. Время праздника Святого Патрика. Рады к вам спешить с поздравлениями. У Ренаты день рождения. Мы хотим сказать вам заранее. Все не как у всех в Ирландии. Лепреконы есть тут в Ирландии. Много сказочных чудес. Наш дом – изумрудный остров. В мире он такой один. Жить здесь нам легко и просто. Сам себе я господин. Есть феи, эльфы, тролли, гномы, Мамберфоксы, Шелки, Брауни. Даже если вам они не знакомы, все же в сказках есть они. Сказки Оскара, Уайлда и Льюиса, Клайба, знаменитый Кулипе. Помогает сам сказок. Много героев, много, только нет того, кто нужен нам. К сожалению, друзья, у нас нет того самого сказочника с Добрином-понимателем. Значит, вам придется поискать его на большой земле, в Европе, например, во Франции. Очень жаль. Большое вам спасибо за помощь и замечательный подарок. Рената, жми от нас подарок. Мы потянули ваш пчелолет. Спасибо, Лили! До свидания, изумрудный остров! Урок математики. Давайте вспомним с вами, о чем мы говорили на предыдущих уроках. На прошлом занятии мы с вами узнали, как применить письменные приемы вычислений. Узнали алгоритм сложения столбика и алгоритм вычитания. Давайте рассмотрим несколько примеров. Посмотрите внимательно на экран и попробуйте найти ошибки. Очень внимательно посмотрите. Для того, чтобы проверить, мы должны с вами вспомнить, как мы вычисляем. Вспомним алгоритм. Складываем пока единицы, затем складываем десятки, и потом сотни. Наверное, кто-то из вас уже нашел ошибки, да? Кто нашел, тот большой молодец. Значит, очень внимательные. Ну, давайте посмотрим вместе. Проверим. Итак, давайте посмотрим на первое выражение. Складываем единицы. 5 плюс 6 будет 11. 1 пишем, 1 в уме. 4 плюс 2 это 6. Да еще один в уме, это 7. И складываем сотни. 3 плюс 1, 4. Получилось число 471. Была допущена ошибка? Была. Во втором выражении тоже была допущена ошибка, если вы заметили, да? 8 плюс 7, складываем единицы, будет 15. 5 пишем, 1 в уме. 7 плюс 2, 9, да еще один в уме, будет 10. 0 пишем, 1 в уме. 3 плюс 1, 4, да еще один в уме, 5. Получается 505. Ну, и так же было в третьем выражении допущена ошибка. То есть вы заметили в том, что в тех выражениях были допущены ошибки, забывали один в уме. Записывать и потом прибавлять. Поэтому допущены были ошибки. Вы, пожалуйста, не допускайте такого. Давайте рассмотрим третье выражение. 6 плюс 9 будет 15. 5 пишем, 1 в уме. 1, да еще один, это будет 2. Пишем под десятками. Ну и 2 плюс 4, это будет 6. Получилось 625. То есть в каждом выражении была допущена ошибка. То есть если вы будете тоже невнимательны торопиться и что-то забывать, упускать при алгоритме сложения, то вы тоже будете допускать ошибки. Поэтому будьте внимательны. Итак, давайте с вами подчеркнем то, что если мы хотим узнать, а правильно ли мы выполнили вычисление, что для этого нужно сделать? Как вы думаете? Нужно себя проверить. И вам встретятся такие задания. Вычисли и проверь. А для чего нужно проверять? Для того, чтобы проверить. А не упустили ли вы какой-то шаг? Не сделали ли вы ошибки в вычислениях? Поэтому очень важна проверка. Давайте посмотрим алгоритм сложения. Вспомним. Итак, мы говорили с вами о том, что сложение трехзначных чисел записывается поразрядно. Строго единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Затем мы складываем единицы, складываем десятки, складываем сотни и читаем ответ. Обратите внимание, чтобы убедиться в том, что мы правильно выполнили сложение, мы должны проверить, как мы будем проверять сложение. Итак, выражение 325 плюс 434. В ответе получилось 759. Чтобы проверить, мы должны из суммы вычесть пока первое слагаемое, а затем из суммы вычесть второе слагаемое. Если у нас получилось другое слагаемое, которое мы находили, и все совпало с данным выражением, то тогда мы выполнили с вами все верно. То есть сложение проверяем вычитанием. Вычитаем двумя способами. То есть первое слагаемое пока вычитаем, потом второе. Вспоминаем правило, да? Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. Таким образом мы проверяем, как выполнили сложение. Также мы должны проверять вычитание, потому что при вычитании чаще всего допускают ученики ошибки. Давайте посмотрим, как же выполняется сложение столбиком вычитания. Итак, дано выражение 876 минус 344. В ответе получилось 532. Мы тоже соблюдаем алгоритм. Пишем каждый разряд под своим разрядом. Единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Ну и, конечно же, должны вычислять по разрядам. Вычитаем сначала единицы. Если мы вычитать не можем, вспоминаем, что мы делаем. Мы занимаем у соседнего разряда. И чтобы не забыть, что мы заняли, мы ставим точечку над тем числом, у которого занимаем. Если, опять же, вы забыли этот шаг, то, конечно же, допустите ошибки. Так, вычитаем десятки, вычитаем сотни, читаем ответ. Как же проверить вычитание? Смотрим. Когда мы вычислили, мы нашли разность. И чтобы проверить, мы должны к разности прибавить вычитаемое. Либо можно проверить другим способом. Мы должны из уменьшаемого вычесть разность. Таким образом, когда мы убедимся в том, что у нас все сошлось и все правильно, значит, вычисление выполнено верно. То есть это очень важно уметь себя проверять. И тогда вы справитесь со всеми заданиями безошибочно. И, конечно же, получите хорошие оценки. Итак, вспомнили мы с вами алгоритм сложения и алгоритм вычитания. Итак, ну а сегодня мы немножко коснемся геометрического материала. Отгадайте, о чем пойдет речь. Определите, о какой геометрической фигуре говорится. Три угла, три стороны. Могут разные быть длины. Догадались, о чем идет речь? Я думаю, что все вы догадались. Итак, сегодня мы будем говорить о треугольнике. Вспомните, что такое треугольник. Треугольник – это геометрическая фигура. Многоугольник с тремя сторонами и тремя углами. Все вспомнили. Итак, но мы должны сегодня узнать, какие бывают треугольники. То, что это треугольник, мы все прекрасно знаем. Но в математике есть разные названия разным треугольникам. И тема нашего сегодня урока – виды треугольника. То есть, какие бывают треугольники. Итак, посмотрите на экран. На фигуры посмотри и в тетради на черте. Три угла, три стороны. Меж собой соедини. Что есть у каждого треугольника? Мы уже с вами вспомнили. Есть три стороны, три угла и три вершины. Итак, ну вы видите, если вам дать задание начертить треугольник, вы начертите каждый разный треугольник. Одинаковых, наверное, не получится. Каждый по-своему представит треугольник и начертит его. Итак, поэтому треугольники бывают разные, и у них есть разные виды. Мы сегодня узнаем виды треугольника. Итак, первый вид треугольника. Посмотрите на экран. Если вы начертили треугольник, и у каждого была одинаковая сторона, то есть все стороны равны. Треугольник, у которого все стороны равны, называется равносторонним. То есть у него все стороны равны. Все одинаковые, одной длины. Итак, это первый вид. Второй вид треугольника. Если вы начертили такой треугольник, то посмотрите, если мы измерим, то мы заметим, что все стороны получились разными. Треугольник, у которого все стороны не равны, называется равносторонним. То есть стороны у них у всех разные у этого треугольника. Ну и третий вид треугольника есть. Может быть, тот и начертит и такой треугольник. Треугольник, у которого две стороны равны, называют равнобедренным. То есть две стороны равны и называется равнобедренным. Итак, давайте повторим еще раз. Какие бывают треугольники? Треугольник, у которого все стороны разной длины, называют разносторонним. Треугольник, у которого равны две стороны, называют равнобедренными. А треугольники, у которых равны все стороны, то они называются равносторонними. Итак, мы сегодня с вами узнали, что треугольники имеют свои названия по сторонам. То есть треугольники бывают равносторонние, разносторонние и равнобедренные. Если прислушаетесь к названиям, то вы легко догадаетесь, почему они так называются. И легко определите и вспомните. Хорошо. Итак, тема нашего урока – виды треугольников. Чему будем учиться по теме урока? Мы будем учиться различать треугольники по длине их сторон. Для этого нам, конечно, пригодится такой инструмент, как линейка. И у вас будут задания выполнены. Определите, какой это треугольник. Итак, что же мы умеем делать? Уже на предыдущих уроках, чему мы научились? Мы, конечно же, треугольники умеем чертить. Мы умеем определять, сколько сторон, углов и вершин у треугольника. То есть его отличительные признаки от других фигур. Также мы научились обозначать латинскими буквами. Измерять длину сторон. А также находить периметры треугольника. А сегодня даже узнали, как они называются. Итак, ну и вспомним, что же такое периметр. Сумма длин всех сторон треугольника называют его периметр. Мы помним, что для того, чтобы выполнить задание при нахождении периметра, мы все стороны должны сложить. Вспомнили? Ну, давайте решим задачку. Задачка от Пина. Пин смастерил рамку для воздушного змея в форме равностороннего треугольника. Здесь уже условие. Вам нужно обязательно обращать внимание на название треугольника. На рамку он потратил 15 дециметров в деревянной рейке. Какова же длина одной стороны рамки? Наверное, уже догадались, какое будет решение. Какой треугольник выполнил Пин? Равносторонний. Что значит равносторонний? Это когда все стороны равны. Давайте посмотрим на решение. Итак, значит, нам известен периметр треугольника, что он равен 15 дециметрам. Раз это равносторонний, три стороны равны. Здесь без проблем мы найдем одну сторону треугольника. 15 мы разделим на три, потому что у треугольника три стороны, и они все равны. Значит, одна сторона равна 5 дециметрам. То есть и такие задания вам тоже встретятся. И будьте внимательны при чтении задач, когда будете читать условия задачи. Только самые внимательные могут задания выполнять без ошибок. Итак, давайте потренируемся еще раз. Итак, перед вами треугольники. Давайте посмотрим и подумаем, какие треугольники, под какой цифрой, будут равносторонними. Конечно, на глаз очень тяжело определить. Для этого нам нужна линейка. Ну, немножко, если присмотреться, примерно мы можем определить. Для точного, конечно же, понадобится линейка измерить. Учебники вы будете выполнять задания, конечно, с помощью линейки. Итак, равносторонние, которые стороны все равны. Наверное, это под цифрой 2 и 3. Согласны? А если вам будет задание найти разносторонние, как вы думаете, под какими цифрами будут такие треугольники? Разносторонние. Вспомните, что такое разносторонние треугольники. Наверное, 4 и 5. Согласитесь? Ну, и равнобедренные вспомним. Равнобедренные – это когда две стороны равны. Остаются у нас треугольники под цифрами 1 и 6. Если мы возьмем линейку и измерим, то мы увидим, что две стороны у них равны. А если две стороны равны, такие треугольники называются равнобедренные. Такие задания вам тоже встретятся. И будьте внимательны. Обязательно пользуйтесь линейкой и правилом. А у вас есть учебники. Прочитайте еще раз, как называются треугольники. Итак, давайте подведем итоги и сделаем вывод. Вспомним, как называются треугольники, которые имеют разную длину сторон. Такие треугольники называются разносторонние. Как называются треугольники, которых равны все стороны? Такие треугольники называются равносторонние. И как называются треугольники, которых равны две стороны? Такие называются равнобедренные. Итак, подведем итоги. Сегодня на уроке мы с вами повторили. В начале урока что повторили? Приемы письменных вычислений, алгоритм сложения и вычитания. Что узнали сегодня на уроке? Сегодня на уроке мы узнали, какие бывают виды треугольников. Познакомились с названием треугольников. Я думаю, вам сегодня все понятно, вы хорошо усвоили материал. Я желаю вам всего хорошего, отличных оценок. На этом урок у нас закончен. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok